10 лет октября практически закончился ремонт. Я бы переименовал эту улицу в улицу Тысячи Колодцев, потому что просто десятки-десятки канализационных люков, которые торчат выше дороги, но не в этом суть. А вот, собственно, то, о чем я сегодня хотел поговорить. Виадук через железнодорожные пути у завода Попова. Тут начался ремонт. И те, кто каждое утро или вечер едут через него, вспоминают нашего дорогого мэра на второй кочке, вспоминают святого Николая Угодника, Святого Христофора. До всех святых. Ну, когда же это кончится уже вот через вот эти колдобины? Зачем надо было сдирать асфальт, если вы бордюры делаете? Сдерите вдоль бордюров. А потом, когда уже через месяц, через два, через три шабашники, которых можно здесь видеть, человека три-четыре обшивают вот эти бордюры металлом, а потом уже сдираете асфальт. И вот так вот едешь, и вспоминаешь, и думаешь, бедная моя подвеска, за что я плачу налоги? Да какого хрена, почему я должен ездить под этим колдобином? Здесь Владимир Владимирович не поедет. Здесь можно не торопиться. Здесь непоказательный участок. В обратную сторону, если в сторону центра. Здесь постоянная заводь. Постоянная заводь. Никаких ливневок. Ну, какую-то фишку воткнули. Содрали, и пусть все стоит. По направлению в центр. Та же самая фигня. Что-то тут обшивают. Да, может быть, хотят сделать качественно и красиво. Ну, вот, когда вы эти швы переезжаете, блин, да когда же это все кончится? Святой Христофор, помоги нашему мэру урегулировать эту ситуацию. Есть вообще лютые швы. Зашибательские. Водители улыбаются, когда едут. Едут и улыбаются. А дальше, после виадука, вас ждет дорога тысячи колодцев. Кто-то надеялся, что колодцы подняли так высоко, что будут ложить еще асфальт. Я почему-то сомневаюсь, потому что в тех местах, где поменяли бордюры, если начнут ложить еще раз, еще слой асфальта, тогда бордюров вообще не будет видно. Соответственно, асфальта второго слоя не будет. Тысячи колодцев. Тысячи. Всем пока.